привет улечки я на сегодня уже освободилась в машине даже забыла отключить телефон поснимать ну думаю я так много снимаю уже из машины что уже надо немножко из других локаций вот я вы даже не поверите чем я тут занимаюсь вы очень удивитесь наверное и мне нужен это вопрос к специалистам короче у меня есть смотрите сейчас все покажу а я варю варенье это клубничная а это грушевая и что интересно смотрите у грушевого варенья никакой пенки нет то есть она однородная булька и тут мне периодически иногда это я их блендером перемолола мы такое вот там больше нравится вот а у клубничного постоянно образовывается пенка вот скажите мне пожалуйста кто знает почему образовывается пенка когда варишь клубничное варенье вот видите она вот уже опять образовывается вот и вот я уже сколько и она собирала у грушевого никакой пенки нет все однородно все как так хорошо пахнут вообще просто обалденно мне часто такой вкусный аромат сегодня вторник я еду переводить только один раз у меня сегодня слава богу потому что хочется и дома дела поделать у нас дождик идет как прикольно когда по машине дождик стучит вообще и вот смотрю вот двое на велосипедах мне прям их жалко мне прям аж холодно за них потому что на улице всего лишь девять градусов сейчас они на велосипедах холодно и мокро еще они в капюшонах и они не видят машин потому что в капюшонах это самое мне кажется опасный вид хождения потому что в капюшоне обзор зрения очень плохой лучше носить шапки конечно чем капюшон это я вам как специалист под капюшоном говорю потому что я когда с собакой гуляю и бывает такое что начинается дождик и тоже так вот капюшон накинешь и все и как в туннеле и ничего не видно вот погода не очень народу мало все куда-то делись а у нас опять там забастовка у транспорта трамваи автобусы не ходят поэтому даже отменили занятия у некоторых в школах ну чтобы там понятно что люди не приедут меняют например записи у врача вчера вот девочка тоже попросила чтобы я позвонила сказала что они не смогут приехать потому что не на чем такси очень дорого в германии очень дорого я даже ну правда я не знаю как километраж ну нет я наверно так мне сложно будет как-то сказать какая цена вот но действительно дорого вот надеюсь то что у вас все хорошо настроение хорошее это самое главное не важно какая погода главное какое настроение в общем настраивайтесь на позитив на что-то хорошее доброе светлое и вообще все равно там вот за облаками там есть солнышко я это точно знаю я видела это интересно вот 1 2 1 2 32 3 3 я тут решила приготовить очень такое выпендрежное блюдо которое вообще никогда не готовила и ни разу не пробовала но очень часто видела в интернете рецепт этот сыр камбет вот он вот такой вот маленькая упаковочка здесь половина груши и вот такой вот лист слоеного теста которое я сложила вот так пополам и я хочу сейчас вот этот вот один камбет вот так вот выложить с этой половинкой и со второй со вторым тестом сделать точно также сложила пополам потому что я хочу чтобы вот тесто было потолще вот сейчас посмотрю может быть надо было в три раза лучше сложить в сейчас попробую у меня прям абсолютно ровно получилось попал ну один к но сыр и половина груши прям вообще удивительно что так не считала ничего так я сложила вдвое и теперь ставлю в духовку на время которое указано на сколько должно выпекаться тесто там у меня стоит 200 градусов 20 минут в общем сейчас отправляю и до готовности теста запекаю мне кажется очень красиво получилось она еще шкварчит слышно в общем короче оказывается смотрите если пополам сложить тесто то она получается еще пышнее вот и я подержал 25 минут чтобы вот вот так немножечко запеклось сейчас позову своих мальчиков и будем пробовать мне кажется выглядит красиво очень надеюсь то что это и вкусно ну вот это вот показатель насколько вкусно осталось два кусочка получилось очень вкусно вообще прям классно сочетание груша такая достаточно нейтральная то есть вкус есть немножко но не такой прям скажем интенсивный да в общем очень вкусно кто любит такое вот сочетание продуктов то прям попробуйте очень классно то есть я смотрела только видео теперь готовила и считаю что очень прям достойное такое блюдо а вы украшаете к пасхе дом вот я такое вот сделала такое небольшое деку со свечкой свечку варила сама я в каком-то видео показывала вот и такой вот зайчик красиво весенний сейчас покажу еще кое-что купила вот такие цветочки прям весенние классно так сделано и вот таких вот двух зайцев такие забавные прям какие-то они такие хорошенькие прям очень мило сделаны такие малыши и цветочки прям выглядят достаточно так прям натурально сейчас покажу что у меня перед домом здесь у меня два таких вот зайчика это прям как комплект такая семейка вот такие вот они побольше вот куст вот гортензию украсила такими вот яичками так по городу много где так украшают и симпатично смотрится я оставляю всегда до последней пасхи то есть и когда проходит и русская и немецкая а здесь у меня цветет куст и прям пчелы жужжат еще я купила таких бабочек сейчас покажу вот такие вот бабочки они на на таких как их называют прищепочках такие прикольные и вон там еще хотел позаписывать вам видео на улице там такая хорошая погода ветра нет вообще погуляли но мне девочка позвонил и мы про болтали короче про болтали до тех пор пока уже домой пришла а сейчас мне у нас еще красный почему-то прохладно что ли не знаю вроде хорошо так тепло на улице но что-то но все равно вот смотрю красный вот и у меня чаёчек вот такой вот красивый чашечки это моя дочка мне подарила надели на день рождения по моему или на новый год вот не помню сейчас вот чай у меня мелиса с ромашкой это вот по поводу чаев которые мне там вот это говорили то что отказаться от чаев я черный чай очень редко пью это прям я даже не знаю как часто и даже не могу сказать то есть это действительно редко это наверное знаете какой черный чай я пью с лимоном делаю когда вот тогда я могу черный чай сделать с сахаром и с лимоном вот единственный вот этот вариант мне вкусно вот а такие чаи травяные я прям с удовольствием тем более вот это вот написано что даже типа для сна хорошо вот в этом мелиса с ромашкой сочетание то прям написано что он типа сонный вот сейчас вот попью посмотрю сериал включила сериал это хотела коротко попрощаться только и а тут начала рассказывать сериал называется идеалистка там девочка снимается слушать я даже не знаю как ее зовут главная героиня не помню она снималась в молодежке а молодежку мы смотрели нас дочка на него на этот сериал подсадила он вроде бы для подростков да но мы с удовольствием посмотрели от сериал вот включаю смотрю она думаю ну надо же вообще прям так неожиданно тут что-то несколько сезонов даже ну и что вы думаете я начала смотреть я его не рекомендую потому что он прям сериал сериальный такой прям простецкий со всякими такими мифическими какими-то придуманными вообще ситуациями которые в жизни вряд ли такое может произойти вот но все равно прикольно мне просто главное что знаете такой вот все прям ну как я просто по россии скучаю мне мне нравится смотреть вот такие вот русские сериалы вот поэтому как бы это не рекомендация то я вам просто делюсь то что я смотрю и вот никак серию не досмотрю я начала смотреть ушли с филюшей и вот теперь еще никак не досмотрю в общем сейчас посмотрю пойду баенки почему я прощаюсь сегодня потому что завтра я не в сети нигде меня не будет у нас завтра день рождения день рождения всех девочек наших вот нашей компании мартовских потому что мы рыбки нас четыре рыбки ну в смысле по гороскопу и одна у нас не рыбка хоть один человек это безобразие разбавил вот и мы договорились то что мы отпразднуем наши дни рождения вместе в один день но мы это сделаем когда у всех дни рождения уже пройдут и мы пойдем отдыхать такой бассейн спа я не знаю там сауна есть и бассейны и все такое вот в общем мы поедем завтра отдыхать и будет у нас это все без всяких соц сетей безо всего мы будем наслаждаться общением водой пузыриками в воде и всем таким вот и вам желаю всего самого доброго чтобы все у вас было хорошо и самое главное чтобы со здоровьем все было замечательно